Сейчас участники спартакеда сревнуются в последнем легкоатлетическом этапе. До этого дня спортсмены-чиновники успели испытать себя в мини-футболе, волейболе, плавании, шахматах, бильярде, боулинге и настольном теннисе. Одни из лидеров в этом испытании – команда Владимирстата. Сергей Графский объясняет, непосредственно в их учреждении имеется свой собственный стол для игры, где статистики упражняются регулярно. Если, например, поработаешь 4 часа до обеда, то необходимо в обед как-то сбросить все нагрузку, то есть этому способствует настольный теннис. Фарис Сергеев в настольный теннис сыграла Ирина Качейкина. Для нее спартакеда – это возможность пойти наперекор своему сидячему образу жизни на работе. К занятиям спортом она привлекает всю свою семью – мужа и двух дочек. Им очень нравится играть в теннис, потому что здесь есть элемент соревнований, им интересно выиграть. И легкая атлетика им тоже, конечно, нравится. Мы любим плавать, просимся ходить в бассейн. В числе соперников Владимирстата – команда казначейства, главков, Россельхознадзоры, Росреестры и Росприроднадзора, антимонопольная служба, соцстрах, инспекция труда и пенсионный фонд. Участники этой команды – одни из самых сильных соперников, поскольку все приверженцы здорового и спортивного образа жизни. Участием очень доволен, организация очень хорошая, все на замечательном уровне организованно проходит. Результаты нашей команды я оцениваю больше, чем хорошо. Ожидал, если честно, намного более плохих результатов. Но по итогам нескольких недель соревнований ПФР занял лишь четвертое место в зачете. Бронза у команды казначейства, второе место заняли сотрудники Росреестра. Ну а стопку дипломов и несколько кубков получила команда налоговой службы. С учетом задачи и позиции Федеральной налоговой службы занятия спортом приветствуются. У нас проводится своя спартакиада внутренняя среди работников налоговых органов. Ну, соответственно, как-то мы стараемся. И здоровый образ жизни, естественно, в приоритете у наших сотрудников. Во время всех соревнований за спортсменов-любителей болели их родственники и коллеги.